здравствуйте друзья добрый вечер так и хочется сказать вот этом темно на нет не знаю что вы видите но хочется сказать вот сижу я перед вами простой русско-советско-американский блогер вот там в комментариях значит абьюзанный в разных там местах тоже обруганный подписчиками нашими можно сказать любимый я когда смотрю на статистику лайков дислайков просмотров и так далее вы не все эти какое золото у нас подписчики то есть на них приходится 90 процентов всех лайков и там практически в районе нуля можно совершенно пренебречь там дислайков и так далее так далее хотя по трафику надо сказать что у нас половина это создают трафика наши подписчики вторую половину люди которые откуда-то со стороны падают на канал к чему я клоню давайте я переверну может быть на дорогу камеру а то темно тут я не уверен что вам видно сейчас секундочку да так к чему я клоню клоню я к тому что когда я выходил из офиса у нас было на счетчике подписчиков было девяносто девять тысяч девятьсот три то есть осталось буквально там 97 новых подписчиков и мы с вами попадаем такое красивое замечательное число в той мере в какой мы привыкли в десятичной системе исчисления находиться так конечно в какой-нибудь другой может быть там никакого вида бы не было вот но поскольку от нашей это красиво то мы стало быть и можно сказать радуемся у нас идет конкурс я хочу напомнить что у нас есть конкурс и который называется хорошо с тремя восклицательными знаками вот можете сделать поиск на слово хорошо и посмотреть на те там штук пять сюжетов которые у нас были конкурс продолжается до конца месяца вот он как раз посвящен вот этому на подходе который 100 тысячному подписчику я думаю что завтра вообще интересные события будут потому что завтра у нас олимпиады начинаются но вот я по нашему по четверговскому у вас то когда вы будете смотреть уже пятница будет а я сейчас наговариваю у нас восемь часов вечера в четверг четвертого августа значит завтра в часа так четыре до в четыре вечера по нашему времени калифорнийскому 1 начинается процедура открытия олимпийских игр там парад участников я не знаю что они там сделают но и чувствую должно быть что-то красивое как всегда на олимпиадах бывает и вечером в пятницу до субботы да значит вот у вас у вас тогда будет уже суббота когда все это будет а у нас вечер так вот вечером в пятницу еще до открытия олимпийских игр нет неправильно говорю через несколько часов до в пятницу после открытия олимпийских игр у нас как обычно проходит прямая линия это в москве будет как всегда в девять часов утра вот еще соревнований не будет уже открытие пройдет и соревнований еще не будет и мы с вами встретимся побеседуем и я думаю было бы как прикольно если бы вот так вот мы через ну почти сутки значит собери соберемся а у нас бабах и вот во время нашего разговора появляется этот загадочный таинственный мы никогда не узнаем кто это был сто тысячный подписчик если только там у нас какие-нибудь фанаты не начнут вести охоту там как увидят 99 сразу бах там и все это на сто тысячный но это так только мое предположение вот это что касается значит подписки и олимпиады в общем все все здорово что у нас еще происходит тут начинайте немножко расскажу я делал сюжет про то что вот люди которые пишут за видео текст собирают как-то в текстовой файл значит переводят ну наверное софтвер такой есть но как бы говорят люди что софтвер не очень качественно это делает и вот в америке это называется транскрипшенист вот этот человек а по-русски почему-то он транскрибатор я даже не знаю как так получилось но какое-то интересное окончание да там экскаватор там губернатор агрегатор вот этот получился даже выговорить не могу сабскрибатор какой-то почему нам понравился человек который вот это все делает потому что я хотел бы взять нашу философскую тетрадь для начала и там много всякого наговорено но чтобы с текстом работать надо иметь текст и да а зачем с текстом работать чтобы какую-то статью из него и статью какую-то книжечку из этого сделать и издать вот поэтому светлана считает что философская тетрадь представляет собой некоторую такую ценность что может быть кто-то стал бы читать ну наверное я даже не знаю наверное всегда кто-то читает а кто-то слушает смотрит хотя вы видите у нас видео такие не не богатые зрительным рядом вот и я начал искать и дал объявление на сайте веб-лэнсер света дала и там произошло несколько событий которые меня привели совершеннейший восторг значит события первое состоит в том что там набежала за буквально ну за ночь света с вечера повесила у нас вот вчера был вечер там часов девять вечером а утром значит мы посмотрели и мама рода там человек 20 значит с разными предложениями и это здорово я просто хочу сказать как мир изменился не то смысле что там для нас здорово что легко найти кого-то на какой-то проекте это тоже очень здорово но я хочу сказать для людей которые работают в сети понимаете работают с заказчиком который может быть в любой точке земного шара это такое революционное вообще событие вы можете сказать это так это уже там не первый год конечно но я-то помню время так господи поэтому не устаю радоваться и те кто говорит что вот не знаю как заработать вот вот например да наверное это непростая работа наверное там квалификация определено требуется потому что люди могут говорить с акцентом могут говорить не обязательно у них диксы хорошие я понимаю что например когда мы со светой едем за рулем там где-нибудь по по хайвею там шумит дорога и некоторые вот жалуются что там не очень хорошо слышно там конечно вот такая работа да вот и чтобы ее хорошо делать смысле потому что нормально зарабатывать нужно видимо уметь набирать на клавиатуре с такой скоростью вот приближающейся к человеческой речи я знал в своей жизни несколько человек в москве которые профессионально занимались стенографии причем они не просто занимались они преподавали стенографию они книжки писали они методические всякие там материалы опубликовали и так далее то есть такого очень приличного уровня люди были я хочу сказать что стенографистки а это тоже фактически на графе ска рукой там переводила речь да со скоростью речи там писала за корючки свои а хотя сейчас стенографисты с помощью там стенотайпа какой-нибудь машинок специальных они уже прямо файл гонит то есть фактически вот вот эта работа которая там по переводу текста из видео это та же современная стенографистская работа это называется корт-репортинг вот если вы в суд пойдете и там сидит стенографистка которая ну протоколирует разговор я помню десять лет назад как-то я с этим столкнулся значит девочка которая это делала брала брала 80 долларов в час вот например да такие люди так вот к чему я говорю что вот похожая работа да то есть ты слушаешь голос и ночи набираешь там текст наверное надо как-то не просто вот там по клавишам шлепать а все-таки быть грамотным там и все-таки это надо вычитать потом и может быть там подправить что-то если где-то шероховаться и непонятно но во всяком случае я был в восторге от того что люди со всего постсоветского пространства там некоторые даже из-за границы где-то там в европе живут но тоже предлагают свои услуги в этом деле там и программисты и веб-девелоперы и там люди которые search engine оптимизации занимаются и текстовики которые пишут копирайтеры значит вот короче я не сталкивался раньше то есть те из вас кто там как бы все время пасется может быть вам это как-то скучно слушать но я поскольку первый раз нарвался то вот я делюсь своими так сказать восторгами и особенно это сказать возбуждение у меня возникло в хорошем смысле когда женщина предлагаю предлагающая свои услуги на этом сайте написала светлане что я вот там имею опыт там туда-сюда и я уже раньше говорит она транскрибировала видео михаила портного по заказу одного из своих клиентов я думаю ты смотри на нас как-то уже материал собирают как-то вот даже не может я спросить там что за клиент был вот если кто будет транскрибировать так вы пришлите копию шеста два раза то одно тоже работу делать вот а как интересно как интересно вот ну что еще сказать я как-то вижу какую-то символичность в том что наш сто тысячный подписчик как-то вот с олимпиадой перехлестнулся это в этом что то есть правда вот да и не вообще с олимпиадой а вот именно с началом самым то есть это произойдет может быть до того как начнутся первые соревнования первые медали разыграют а может быть одновременно с первыми медалями что-то в этом есть какая-то какая-то такая не знаю символичность нет мига хотя вы сами понимаете всегда есть какая-то символичность если начнешь ее искать сразу найдется много символичности вот я надеюсь что вам понравился сюжет где мы с анны и леонидовны значит коробочку вскрывали свинным свинным таким подарком нас обвиняют в том что мы как бы значит облажали замечательную девушку лену которая нам подарила эту штучку на радостях она потратила там свои сто двадцать пять долларов чтобы такую красоту нам прислать вот и что мы как бы ее облажали показывая что там коробка наполовину пустая а если там написано трюфеля а там их там три штучки и так далее мы абсолютно как бы с любовью и нежностью относимся к девушке лени вот а дело в том что вот эта индустрия вот этих красивых подарков вот те затаскивают в офис там такую большую коробку ты ее распаковываешь распаковываешь и там красивая такая штука корзинка металлическая бывает она плетеная какая-нибудь и в ней там три четыре бывают свои пять и шесть бутылок там по-разному бывает и какие-то коробочки пакетики да и дальше ты начинаешь там это все вынимать и думаешь боже а что же они в этот пакетик там то есть там столько места занимает пакетик такая красивая бёточка там внутри там три сухарика лежат но я бы хотел познакомить вас с этой индустрии вот собственно и все у нас очень приняты эти подарки я сам неоднократно посылал это очень удобно ты заходишь на их веб-сайт говоришь вот этот подарок пишешь адрес куда доставить чиркаешь карточкой и подарок пошел это невероятно популярная вещь не потому что там много сухариков не потому что кто-то там хотел накормить знаете там большое количество людей если я хотел накормить большое количество людей а бы за 15 долларов купил бы 40 килограмм риса в большом мешке и послал бы им 40 килограмм риса но не об этом же речь идет вот я просто хотел показать немножко так подноготную вот этого бизнеса тут оказия такая получилась поэтому значит девушки ления наши поздравления я собственно скайпе я и сказал мы тут вот про тебя сделали сюжет и она сказал что ей понравилось поэтому девушка лена понимала что мы над ней не хихикаем а даже наоборот и то что она имела повод прислать нам этот подарочек это тоже не случайно произошло потому что мы как сказать поднапряглись сильно чтобы это произошло потому что она как-то под двумя фамилиями существует в наших рекордах там с одной а там где на работу получила с другой и когда нам стали звонить и выяснять что за человек и знаем ли мы ее мы сильно поднапряглись вот но талантливо талантливо и трудолюбиво мы произвели некий некое исследование которое позволило установить кто этот человек вот с неизвестной фамилии так что у нас был хороший повод и мы девушку лену поздравляем и дали работу это первая работа у нее по новой профессии поэтому это всегда очень здорово мы всегда празднуем это все вот будет подарок не будет подарок вино пришлют или там фрукты какие-нибудь клубник в шоколаде давайте мы радуемся независимо от там количества или там самого факта получения подарков но если есть подарок мы кому вдвойне радуемся потому что какая-то материальная такая осязаемая вещь то есть его можно скушать его можно поставить на полочку чтобы он красиво стоял там и так далее вот вот собственно поэтому так что такие у нас на сегодня новости что еще сказать в общем все нормально все все хорошо у нас идет единственно сейчас немножко такое что называется slow down лето и летом затишье но не то чтобы уж прям уж такой совсем затишье но более-менее затишье вот поэтому мы так немножко перышки чистим тут веб-сайт школьный процент значит делаем новый как то мы все хотели чтоб нам кто нибудь сделал но все срывалось как то люди оказывались необязательны и мы сказали да ну нафига сейчас мы купим себе трафареточку и сами сделаем вот и вот наш админ серёжа вы его видели пару дней назад когда мы ездили с ним магазин во фрайс вот он значит там сидит и и на трафареточку накладывает что нужно наложить вот такие наши значит дела и я с нетерпением жду олимпиады я вообще люблю олимпиаду и я находился восьмидесятом году в москве ну собственно я жил там я помню хорошо летнюю олимпиаду восьмидесятого года и я тогда еще по делам службы в минск ездил в командировку в полупустом вагоне там два человека было кроме меня вот и в минске приобрел фотоаппарат зенит если кто вообще понимает о чем речь фотоаппарат зенит с объективом гелиус потому что в москве они были но с объективом индустар если кто понимает о чем речь он вместе со мной всплакнет вот так что в наше время олимпиада это был повод что-нибудь приобрести по случаю потому что случай предоставлялся по факту олимпиада сейчас просто народ значит там празднует молодость здоровье достижения и так далее все ребята счастливо и с наступающей вас олимпиадой красочным праздником открытия и так далее мы еще поговорим об олимпиаде я думаю тоже счастливо спасибо 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 спасибо